Севастополь 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 оказались на грани полного исчезновения. Напоминаю, это пятый год. Можете себе представить, насколько меньше стало этих растений сейчас, в семнадцатом. Очень большой урон природы нанесен. Вы сказали, что боретесь. Какие акции может быть проводятся? Можете рассказать? Школьников привлекаете, студентов? В том числе и через средства массовой информации. Давайте рассказывать людям, давайте призывать молодежь, потому что это их будущее, это их понимание. Давайте переделаем сознание людей, чтобы люди не покупали у бабушек эти цветы. Вот не покупали, просто не будет спроса, не будет предложения. Сейчас этот бизнес приобрел какие-то гигантские масштабы просто. Это уже бизнес. Их вырывают в наших лесах для того, чтобы делать деньги. Но ведь люди покупают их не просто так, это, видимо, из жалости. То есть хоть как-то помочь пенсионерам, которые оказались не то, что без средств, но очень ущемлены в своих именно денежных. Я не верю в это. Во-первых, вот эти вот букетики, вот я же говорю, принесла специально, а сейчас они продаются на каждом шагу. Это копейки. На них не разбогатеешь. Давайте выращивать какие-то цветы, которые могут расти в садовых условиях. Те же тюльпаны там, много разных цветов, те же розы. Продавайте, пожалуйста, зарабатывайте. Но не на первоцветах, которые занесены, повторяю, в красную книгу и охраняются государством. То есть получается, в принципе, бабушки, они не хотят работать и берут то, что им дала природа. То есть это фактически неравноценный обмен. Не все бабушки ездят в леса и собирают эти подснежники. Я уже сказала, что это целый бизнес. И бабушек, и инвалидов порой ставят для того на продажу, чтобы они именно вызывали жалость. Вы уже сказали, что в Севастополе и в его окрестностях вот приходишь и огромная поляна этих цветов. И действительно люди думают, что один сорву и ничего не будет. Правда ли это? От огромного немножко не грабеж, а лишь дележка. Вот эта циничная поговорка, она почему-то очень глубоко засела в нашем сознании. Это неправда. Мы уже сталкивались с этим. Мы думали, что у нас бесконечные запасы нефти, бесконечные запасы газа, бесконечные запасы кислорода, озона на земле. Но все это становится без охраны, без сознания того, что это какой-то конечный продукт, и все это когда-то закончится. Я уже говорила, сколько растений просто исчезли с лица земли. Вот это вот должно постоянно быть в нашем сознании. А вот непосредственно, может быть, как-то влияет на луковицу самого растения, если оно не корневое. Есть такое, что вот один цветок вырвешь, и все вокруг него погибнут? Ну, немножко не так, но да, этот процесс происходит. Вот то, что мы видим снаружи, вот этот маленький цветочек, это только вершина айсберга. На самом деле все тело растения, оно находится под землей. И срывая цветок, мы не дадим закончиться вот этому жизненному циклу. То есть развитие идет, почему первоцветы называются? Потому что они первого выскакивают весной, немножко подсвели и раз, и куда-то исчезли. Ну, и мы перестаем о них думать, перестаем о них вспоминать. На самом деле, до следующей весны идет процесс жизнедеятельности вот этого подземного организма. И цветочки-то выходят, они как антенны космические, они вот выходят на поверхность, собирают из воздуха, из солнышка, из ветра, из росы, дождя, собирают эту энергию и несут вниз, в то тело. Вот они должны отсвести и закончить свою жизнедеятельность образованием плодика, вот этой коробочки. И тогда только они присыхают. Но начинается развитие подземной части, то есть вызревают луковички, вызревает тело растения, которое даст опять урожай на следующую весну. И в этот процесс нельзя вмешиваться. Оборвав цветочки, мы обрываем вот эти самые антенны и не даем питаться подземной части растения. И жизненный цикл останавливается, не заканчивается. И растение сначала мельчает, а потом исчезает вовсе. Да, какое-то конкретное растение, может быть, мы не заметим. Но мы заметим, когда цветов становится намного меньше, разнообразие их намного меньше, особенно те, кто любит ездить в леса, любоваться природой. Они замечают, что с каждым годом становится все меньше и меньше. Многие поляны, которые раньше были усыпаны первоцветами, они сейчас просто пустые. Это очень на самом деле жалко и обидно. Но, девушки, у меня теперь вопрос к вам. Неужели вам не хочется получать именно букеты живых цветов? Ну, в том-то дело, что хочется. Поэтому я провела беседу со своим молодым человеком, чтобы донести ему знания о краснокнижных растениях. Поскольку их осталось не так уж и много, ну, не хотелось бы привести их к полному исчезновению. Мне вот неприятно, когда, ну, точнее, чувствовать запах цветов, которые массово гибнут от рук человека. Поэтому я призываю всех молодых людей, чтобы они старались, как сказать... Старались покупать тепличные растения? Да, конечно же, лучше тепличные. И если все услышат и начнут так делать, тогда мы можем дать шанс нашим детям и внукам увидеть эти цветы живыми, а не на картинках, что, в принципе, ведет нас именно только к картинкам. Александра, вы? Я считаю, чтобы насладиться этим ароматом, этих цветов, не обязательно их срывать. Можно просто поехать в лес и наслаждаться там. Это, я считаю, намного лучше, чем видеть, как на наших глазах гибнут эти цветы. Я уверена, что нужно дать шанс этим растениям на жизнь. Если вы хотите иметь у себя дома эти растения, можно сфотографировать, поставить в рамочку и любоваться в любое время года. Ну, в принципе, как я смотрю, у вас и есть, в принципе, фотография растений. Вы её сами делали? Нет. Но дома она стоит, и на самом деле неплохая альтернатива. И зимой можно любоваться. Греет душу. И не завянет никогда. И не завянет никогда. Замечательно. Готовясь к нашему эфиру, я встретила такой термин, как энергия мёртвых растений. То есть это, получается, растения, которые мы сорвали, они же уже мёртвые. Что вы знаете на этот счёт? И вообще, правда ли такое утверждение? Да, меня всегда удивляет, когда говорят, что лучше дарить живые цветы, чем, видимо, искусственные. Ну, живые, назовите их настоящие, натуральные, но не живые. Надо понимать, что когда мы отрезаем растения или обрываем от корня, жизнь прекращается, и растение стремительно начинает вянуть. А вот про первоцветы, помните, было такое стихотворение? И они не поймут никогда-никогда, что вода из-под крана это тоже вода. Они привыкли вот к той земле, к своей жизни. И мы когда приносим их домой, срезанные, они начинают умирать. И вот мне всегда хочется задать вопрос, что вас привлекает в этих цветах, смотреть, как они умирают, ничего не понимаю. Красота это очень недолговечная, и растение начинает засыхать буквально через сутки. Вот смотрите, вчера я только принесла эти цветочки домой, сегодня они уже практически неживые. Они стремятся спасти себя, вытягиваются вот эти стебелечки, а бесполезно, на воде они не будут расти, они будут только умирать. Это касается всех цветов, кстати. И когда называют, что это живые цветы, не надо себя обманывать, это цветы мертвые. И естественно, если сравнить горшечное растение, где постоянно за растением ухаживают, поливают его, удобряют, оно несет энергию жизни, потому что человек любит растение, и растение отвечает ему тем же. Уже давным-давно проведены были исследования, как растение реагирует даже на настроение человека. И никто сейчас уже не сомневается, что в растениях есть энергия. Но если горшечные цветы растут и несут энергию жизни, то срезанные цветы несут энергию увядания. Не хочется говорить это страшное слово смерти. Но это очень тяжелая, негативная энергия. И когда вы приносите эти цветы, тем более, когда оставляете их засыхать в вашей квартире, забыв подлить воду, неважно, вот растение сначала вянет, потом засыхает. И вот эти засохшие цветы, они однозначно несут энергию негативную. И она влияет на людей обязательно. Для фэншоя дома лучше завести кактус в горшке, чем купить розочку или, не дай бог, первоцветы. А вот если рассмотреть альтернативный вариант, вот мы хотим им любоваться первоцветом, но не хотим срывать. Можно ли выкопать, скажем, цветок и посадить у себя вот на земельном участке? Кроме краснокнижных. Давайте помнить, не зря завели вот эту вот красную книгу, куда вносится каждый год масса цветов, которые исчезают с лица земли. Вот первоцвет их вообще называют глаза земли, потому что это уникальное растение, цветущее очень-очень недолго, их надо охранять. Конечно, если кто-то один выкопает цветочек, потихонечку принесет там сад и будет радоваться, что, ну там, я уже говорила, от огромного немножко, то, наверное, ничего не произойдет. Но другому захочется, третьему, пятому, десятому. И полянки не станет. И полянка исчезнет просто с лица земли. Это не обязательно. Вот хотите, вот девочки сказали, хотите сохранить эти цветы, придите в лес, полюбуйтесь этими цветами, вдохните этот аромат, свежий воздух, запах земли, прелы листвы, сфотографируйте, сейчас у всех фотоаппарат есть, на телефон, крупным планом сфотографируйте этот цветок и поставьте на то место, где вот стоит у вас вазочка с этими цветами. И любуйтесь круглый год. И наша ассоциативная память подскажет вам, напомнит тот запах, который вы вдыхали, тот аромат, который был в то время в лесу. Это намного полезнее, намного лучше. Спасибо большое за интересную познавательную беседу. К сожалению, наше время подошло к концу. А я призываю севастопольцев не рвите первоцветы. Давайте будем наслаждаться этими цветами в жизни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова